друзья всем еще раз говорим доброе утро посмотрите какая шикарная волга но и не только волга а здесь есть раскрою секрет это от deo но посмотрите какая крутая на ней подлетел подъехал к нам от дмитрий кузов дима привет доброе утро не но это машины точно не стандартные волга обычно не так выглядит deo тем более не так это значит все что это кастомизация правильно да кастомизация стомизация тюнинг и чем не понял что чем отличается 97 98 процентов населения это вообще одно и то же и вот я не дает бок о бок но кастомизация тюнинг отличается тем что тюнинг ты можешь пойти купить а кастомизация подразумевает собой что-то сделано на заказ типа кастом заказной переводится вот так вот вот и поэтому кастомизация это что-то сделано руками либо в какой-то конторе как войсков с кастом допустим вот это вы на кастом ну и мне расскажи что делал давайте начнем с это волга какая-то модель получается 21 до выпуска на удачу что здесь было кастомизировано в этой волги по именно по кастому переделана абсолютно многое так у нас позволяет провод пройти допустим ну волговоды сразу я что водостойки которые там у них первая серия 2 3 вот эти серии водостойки шли до сюда я отпилил пуштами он нравится большая стойка ну также допустим чтобы не ходить на прозвучать там летом бензобака я перенес он был в крыле а тоже смотрел колеса такие-то родные это не основные колеса это колеса от него и разваренные потому что на 5 сантиметров разварил называть разварки жигулисты разбирается и white волы добавил white band называется white band давайте очень красиво смотрится белым полностью white band вот черной полосой а внутри внутри диван прям очень мягкая вот уже успел посидеть такого же тоже своими руками перешит красный ковер диван такого рок-н-ролла стиле потому что вот эта машина больше получается кастом давайте мы сейчас покажем вам картинку как этот автомобиль выглядел до того как дима за него взялся салон это в принципе такой оригинальный да вот руль там то и был смысл что сохранить аутентичность автомобиля но со стилем кастома ну круто не поворачивается язык качества тингованная потому что вот тингованная то он тот автомобиль уже закрыть нажимать и нажимать вот так все за хлопком не так это волга с этим разобрались здесь у нас да 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 которая стала сперва которая стала просто гонкой по моему да очень уже редкий автомобиль в наше время никто не знает а что такое там заезжай на мойку либо хоть куда таки это nissan это мазда это что это дело сфера все таки а дело что-то вообще осталось курсов остался мотор дает отрезка то есть здесь стоит ну что мы можем открывать я не знаю когда вас реально капотик показать двигатель не не родной тоже да здесь все поменьше и не родной для пингованных двигатель через gts стоит на тринскрольной турбине пусть то родной двигатель я трубался в родной двигатель но он долго не протянул тут сушить двери зиму двери шикарно сразу все привыкли как к обычной да вот эта гонка сразу просто давайте попробуем с камеры подойти показать какой тут руль гоночный и дим тут дима сделал тут какие-то супер штуки это прям как кто смотрел фильм форсаж вот эти всякие тут спидометры руль такой и вот идет просто нитро впрыск тут нажимаешь и все и полетел прямо как из кино ну дима расскажи пожалуйста правда что что было сделано здесь так поэтому автомобиль удавайтесь к вам придавай за садись ко мне ну поэтому автомобилю я как раз все свои молодецкие фантазии воплощал и ни в чем себя не удерживал правда насмотрелся фильм как раз да это же моя это мой второй автомобиль потому что я машина не продаю это вот как они у меня идут я просто вставляю себя по поэтому последний автомобиль взял волгу это мой второй автомобиль был до эспера поэтому после того как я перестрелил форсажер награды просто не знаю выдержу я начал просто все вот это тюнинговать в этой машине как раз тоже если вопрос с тюнингой кастомизации встает уже есть тоже все много кастомного пуш то допустим если вас конь там subaru или skyline вы можете купить деталь спокойно поставить а потому что на них автомобиль часто и на них тюнинг делается она до эспера как известно тюнинга нету да ты решил пойти по получается по сложному пути самому сложному во первых непонимание со стороны соратников типа почему дело ты чё типа ну зачем типа на своей волне и делаю то что мне пока чего начинается вообще история про кастомизацию но с точки зрения того что допустим я хочу сделать себе вот у меня есть какая-то машина я думаю блин надо ее под прокачать можно ли обратить начать до смысле чтобы захотел сделать тогда начинать надо обязательно с колес с колес колеса это 80 процентов внешнего вида автомобиля серьезно да так 80 реально вот если хорошие колеса на автомобиле сразу в виду автомобиля совершенно другой сразу это украшение на весь автомобиль а потом потихоньку начнули на делать наверно с внешки начинать но все равно да я тебя природу секундочку потому что ты про колеса сказал я предлагаю сейчас показать еще раз вот как выглядит она сейчас и рядом должна появиться картиночка в нашем эфире то как дело эсперу выглядело до того как дима решил ее кастомизировать и и немножко ее улучшить посмотрите до после до после и так а колеса это самое 80 процентов нижнего вида я начал потому что колеса не решают всегда ну а потом внутри в салоне есть какие-то особенные места которые классно улучшить можно в общем если начать делать автомобиль у меня лично своя методика которая сто процентов работает надо делать такая так чтобы сначала полюбить автомобиль глазами вы можете потратить год-два там делая подвеску а подходить к машине и просто она будет вызвать у вас от вращения а когда вот вы уже сделали вот когда же этого сначала покрасить волгу сделал за 10 дней вот до большого состояния в чем успех поставил флешмоб такой смогу не челлендж да сделать здесь я сделал сделал короче за 10 дней реально да и все и салон вот это все перешил за 10 дней два это все сумме было с 1 июня по 10 июня я вот это этого года этого года этого года в этом июне 23 мощно вот получается и сейчас я могу когда уже струн автомобиль у меня полностью устраивает он вызывает эмоции какие-то и ты начнешь влюбляться и ты можешь уже не торопясь допиливать какие-то там косяки что-то устранять после сразу делать на пятерочку во первых у всех хватит энтузиазма денег времени и сил запал теряется и называется как такой в тюнинге название долгострой и много машин которого так стоят гниют и типа да надо сделать надо ну слушай а на ней все ли уже сделано на этом завершена ли она на сто процентов или еще есть планы у творческих людей нет такого понятия как завершена до конца потому что всегда всегда какая-то идейка ты спишь лишь такой бах а почему бы не поставить ламба двери вот ценю автомобилем ты вроде поставил ковши мечтал о них поставил ковши все галочку поставим такой сидишь сидишь такой мало смогу ли две таки поставить ламба двери на себя и слушай но волга 10 дней на дэо эспера у тебя уже когда какой год этот автомобиль у меня с она подошла вот в целом к логическому завершению типа больше с него выжимать нет смысла типа она вот как я уже за 12 лет я хотел вот так все всего и добился он перешитые сиденья там все мелочи про нем можно говорить прям часами да ну давай поговорим еще минутку минуты что-нибудь хорошего про дэо эспера это что тут сделала расскажи про автомобиль целом или про мой нет то что кастомизировал но да еще три любые вещи которые ты говоришь ламба двери дам колеса но три вещи которые ты здесь как-то мисс кастомизировал и которыми ну да гордишься давай так допустим бампер бомикс оригинал от хонда цевик что не понял сейчас ничего бампер фирма бомикс хонда цевик мне вот очень нравился дизайн но он никак не подходил его пришлось самому резать пилить это капот бывший хондовский от аккорда поэтому достался родной капот и вот это пришлось варивать сращивать в чем фишка зачем чтобы вот эти вот почему ты захотел именно такой у него стиль красивый стиль да все опять же такие воздухозаборники да все делается для внешнего вида чтобы самому было приятно так и третье третий салон салон а что в салоне именно ковши брайдовские всегда очень хотелось их ну ковш это сиденье которое где погоночная у тебя по краям да и просто когда поставил только ковши подумал блин ковши выделяются из салона виши пришлось пишет задний диван такой же ткань полностью и карты дверей что двери карты дверей на ошибка двери называется карта я не знал карта но мы сейчас видим да это карта карта двери еще больше это называется пенка двери этот металл убрать это называется пенка двери ну так вот запоминайте эти словам прийти до прийти скажите мне нужно поменять карту дверей пожалуйста сделайте четенько ну слушайте круто мне кажется картинка и визуально вы вот посмотрели что было с этими машинами до что с ними стало сейчас появляется ли последний наверно вопрос от себя задам появляются ли эти машины на дорогах и выезжаешь на каждый день серьезно да да поэтому друзья давайте договоримся вы увидите знаете что за рулем этой машины и волги и до эспера сидит дмитрий гузов поэтому видите можете попипикать и передать ему привет спасибо большое дима спасибо крутые тачки